Покупатель Виталий примеряет фирменную рубашку. Одеваться в секонд-хенде, уверен молодой человек, дело абсолютно не постыдное. Главное преимущество для него – цена. Найти такую новую вещь за 5 рублей просто нереально. Всего одна стирка и сорочка пополняет гардероб. С такими ценами, говорит парень, джемпера и брюки можно менять хоть как перчатки. Есть много классной одежды. Как бренда, я не знаю, но то, что она стилевая просто, это классно. Так что, ну, свой стиль просто, создая что-то. За последние 4 года объем везенного в Беларусь секонд-хенда вырос до 48,5 тонны. Это больше, чем вдвое превышает количество сырья, которое перерабатывают швейные и текстильные предприятия страны вместе взятые. Представитель концерна «Беллехпром» не раз заявляла о неравных условиях конкуренции, аргументируя тем, что почти 70% товаров, представленных в таких магазинах, это новые вещи с этикетками. Под маркой бывших в употреблении изделий, которые не облагаются возными пошлинами, Беларусь поступала стоковая, то есть совершенно новая одежда. Это негативно отразилось на эффективности отечественных предприятий швейной отрасли. Как итог, со 2 апреля секонд-хенды могут торговать только одеждой БУ. У нас не было и нет новой одежды, поэтому никак не повлияли эти изменения на нашу работу. Мы торгуем вещами, бывшими в употреблении. Есть товар класса люкс, он с меньшим износом, более дорогие брендовые вещи, так что выбор по цене и качеству хороший. По новым правилам в одном торговом объекте теперь нельзя продавать бывшие в употреблении и новые меховые изделия – обувь, швейную и трикотажную одежду. Исключение – бельевая продукция. Под БУ подразумевают товар с видимыми признаками носки, стирки и эксплуатации. В их число также вхозят вещи надлежащего качества, но без этикеток. 5 рублей, 20 рублей. В вопросах стиля и одежды сойтись во мнениях практически невозможно. Но взглянуть на существующее предложение все же стоит. Только в Бобруйске одежду белорусского производства предлагают свыше 30 магазинов. Модели, ткани и фасон, пожалуй, на любой вкус. Цена соответствует качеству у нас. У нас можно приобрести маечки от 11 рублей, спортивные, из хлопка, с добавлением, например, 5% эластана по доступным ценам. Для наших потребителей очень часто проходят акции разноплановые. Сейчас, на данный момент, как вы видите, у нас проходят акции 1 плюс 1, то есть 2 единички берете, 3 у нас будет в подарок. Однако, конечную оценку дает потребитель, и мнения покупателей здесь расходятся. Дискуссия входит в чат. Очень мне нравится нижнее белье, которое производит наш белорусский производитель. Что касается одежды бывшего потребления, как в магазинах Second Hand, я могу рассмотреть такие варианты, как верхняя одежда, какое-то пальто, куртка, может быть, даже кожаные изделия, потому что они по доступной цене. Но в основном придерживаюсь, конечно, новой одежды, которая продается в наших белорусских магазинах. Я не считаю, что, насколько, покупать одежду – это плохо, потому что там бывают очень классные вещи иногда. Ну и сама я часто хожу туда, смотрю вещи, и покупаю это там одежду, и здесь. Я считаю, что лучше покупать новую одежду. Пусть ее будет меньше, но она будет новой, и будет более комфортно сидеть по тебе. Она не будет там с катышками где-то, с какими-то недочетами. То есть, ну, новая одежда все-таки, она твоя. Приобретать новую одежду или бывшую в употреблении – решать покупателю. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но взять на заметку все-таки стоит. Новые правила в Second Hand уже в работе. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Максим Галеонко – итоги недели.